Сплошные разрушения и заросли, шокирующие масштабы армянского вандализма в городе Агдам привели в ужас омбудсменов из разных стран. Уничтожены жилые дома, сравнены с землей культурные памятники и религиозные объекты, заминировано почти каждое пять земли. Представители правозащитных учреждений назвали увиденные на освобожденных территориях Азербайджана выпиющим нарушением прав человека. Страна-агрессор Армения должна ответить за совершённые преступления. Среди гостей есть приехавшие из Европы, Азии и Африки. Здесь они своими глазами увидели все эти разрушения. Это очень важно для информирования международной общественности. Основной проблемой, которая сегодня затягивает процесс возвращения бывшего вынужденных переселенцев в родные края, является проблемой мин. Мы неоднократно призывали международных партнёров к немедленной реакции. Отчёты агентства по разминированию Азербайджана привели гостей в шок. На территорию площадью один квадратный метр закопаны восемь мин. Теперь представьте, сколько мин на всей территории. Армения не предоставляет точных карт минных полей, не выплачивает компенсацию Азербайджану за нанесённый ущерб. Всё это преступление. Делегатам из разных стран рассказали о жизни в Агдаме до армянской оккупации. Это был один из самых крупных и развитых городов не только Карабахского региона, но и всей страны. В Агдаме функционировали многочисленные промышленные предприятия. Все они превращены в руины. Не пощадили армянские вандалы даже кладбища. На городской аллее героев, где похоронены жертвы худшалинского геноцида, были снесены надгробные памятники и выкопаны останки погибших. Разрушены дома, человеческие жертвы, неизвестные могилы. Это, конечно, нарушение международных прав человека. Любой спор по территориям, по ограниченным вопросам, оно должно решаться дипломатическим мирным путём. Оно не стоит человеческих жертв, тем более мирных населений. Тем более заминирование, разрушение вот этого дома действительно очень такое впечатление, негативное впечатление у меня. Международная собственность должна выражать свою объективную справедливую позицию. Пакистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана. Я нигде не видел столь масштабных разрушений. Армения совершила здесь бесчеловечные действия против гражданского населения. Я обращаюсь к международным организациям с просьбой принять меры против преступников. Я рад, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации, и сейчас эти земли восстанавливаются. Верю, что наши компании будут помогать вам в этих работах. Первые визиты в Азербайджане. Первое впечатление, конечно, это страшные возили МАИЛ. Права человека должны быть соблюдены и во время войны, и после войны. Мы видели несколько отчетов омбудсмана, вашего омбудсмана. Надо еще проинформировать информацию, сделать больше информации. Потом многие другие омбудсманы посмотрят, как... Но все войны и, конечно, все гибли людей мы должны... Мы не одобряем. Иностранные правозащитники также посетили Агдамскую джума-мечеть. Это единственное строение в городе, которое подверглось относительно меньшим разрушениям. Окупанты использовали минореты мечети для наблюдения в военных целях. По итогам двухдневного визита в Азербайджан омбудсменов из разных стран принята Бакинская декларация. Факты военных преступлений Армении будут рассмотрены в международных структурах. Шамистам Мамедов, Эсмир Алиева, Фируз Рагимов, Си-Би-Си.